Друзья, всем привет! Мы на даче, сегодня 23 июля, замечательная погода у нас, плюс 30 градусов. И сегодня я заглянула в свою теплицу, увидела там лес из томатов и решила, что, наверное, пора начать бороться с фитофторой, с фитофторозом, чтобы, не дай бог, вот эта болезнь настигла мои томатики. В общем, лучшая профилактика, чем потом борьба с болезнью. Именно поэтому я взяла хом и развела его вот в этом своем пульверизаторе. Он небольшой, 2 литра у него объем, объем 2 литра, очень удобный, то есть я сюда навела готовый раствор, то есть налила воду, налила хом, все в соответствии с инструкцией. Вот, и сейчас буду обрабатывать свои томатики. Такую обработку можно производить примерно 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели. Вот это будет способствовать профилактике фитофторы. Вот такой у меня тут лес, все лишние листья я уже поотрезала. И вы, конечно же, знаете, что вот на таких кистях, например, где бы вам показать, то есть вот у нас. Если у нас растет кисть с томатиками и рядом с ней листочек, то мы такой листочек убирать не можем, пока у нас все помидорчики на кисти не завяжутся. Иначе, если мы лист уберем, то помидоры завязываться перестанут и становятся в росте, потому что наливаются они именно вот с этой кисти. Так, ну я создала объем в пульверизаторе и сейчас начинаю обработку. Очень просто ведь это все делается, очень удобно. Раньше, я помню, там ходили с какими-то метелками, веничками обрабатывали, опрыскивали. Вот сейчас все очень просто. У меня здесь такая затененная теплица, поэтому я не боюсь днем обрабатывать. Вот так вот. А еще у меня появился вот такой замечательный заборчик декоративный. Он у меня вот на такой полукруглой клумбе, рядом с крыжовником. Давно я хотела здесь заборчик такой полукруглый. Вот, обратите внимание, какая интересная идея. На трубу полипропиленовую прикручены саморезами досочки. Вот, и получается, что можно практически любую форму сделать у такого заборчика. Для круглой клумбы это вообще просто идеальное решение. Вот, очень мне понравилось. Нашла я такую идею на ютубе, конечно же. Не своя идея, не буду врать и присваивать. Вот, но идея очень хорошая. Может быть, кто вот смотрит мои ролики, не видели еще такой идеи. И кому-то она понравится, тоже воспользуется ей. Так, ну а я взяла водоэмульсионную красочку беленькую. Вот, и сейчас этот заборчик покрашу. Будет у меня тут красотень. Здесь у нас темный уголочек сада. Поэтому тут нужно как можно больше каких-то белых светлых элементов делать, чтобы сад смотрелся в этой части более каким-то светлым, солнечным, ярким. Даже цветы сюда стараюсь посадить. Те, которые яркими цветами цветут. То есть не какие-то там темные, бордовые. А вот у меня тут беленькие, видите, розовенькие. Пиретрум, да? Вот, потом тут хосты я вам рассказывала, что посажу белые. Вот, мальва тоже у нас светленькая. Вот, еще тут вчера спилили крыжовник. Он у нас чем-то заболел. Я решила уже больше его не лечить. Он тут тем более не на месте растет, мешается. Вот, и сюда тоже посажу, наверное, хосту или, может, какой-то другой сюда многолетник посажу. Но здесь будут однозначно дни многолетники, чтобы время на эти клумбы много не тратить. Вот, с беленьким забором кажется намного свежее это место. Вот эта досочка подкосилась, потому что каждая досочка прикреплена на два шурупа. Вот, а здесь один шуруп не достал до трубы. Нужно просто заменить его. Когда высохнет, сделаем это. Ну, конечно же, я не смогла остановиться на одном заборчике. Раз уж краска попала мне в руки, я выкрасила еще и вот этот белый заборчик. Потом вот эту подставку. Козлик такой под ящик с цветами. Здесь у меня цветет мандиаль голубая. Это, по-моему, обычная балконная петунья. Но она нисколько, посмотрите, по красоте не уступает дорогим вот этим сортовым петуньям. Так, ну и вот эта какая-то расцветает, начинает. Будет очень красивая. Возможно, это не агара синяя, кстати, да, похожа на нее. И листья у нее, видите, у этой не агары у нее прям такие жирные, большие листья. Очень красиво она смотрится. Второй год ее уже выращиваю, и очень она мне нравится. Делам удачи кучи. Не переделать их никогда. Отдыхать и любоваться красотой, которую создаешь, обязательно нужно. Поэтому каждый вечер я прохожусь по саду, любуюсь всеми цветочками, которые высажены. Смотрю, анализирую, как они вообще цветут, растут. Запоминаю, каким цветочкам где больше нравится. Потому что все равно у всех свои предпочтения. Ну и сегодня я на этом с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Пока-пока. 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 Продолжение следует...